Можно питаться правильно, сбалансированно, но при этом разнообразно и вкусно. Прикинь, я поймал себя на мысли, что вообще уже клиника, короче, у меня по этой теме, все без сахара. Я даже сегодня купил себе кетчуп без сахара. Сколько я наберу там с протеином? Ребят, с этого не набирают. Начинают упираться в одну грудку и в гречку. Но это, как правило, путь в некуда всегда. По белку, наверное, вы лучше продукта не найдете. Это топ. Скажем так, вот на еде я стараюсь не экономить. Где-то у меня выходит в районе 2000 рублей в день. Ребятушки, и это снова я. Я не устану повторять и не устану поддерживать, потому что мне всей душой и сердцем нравится этот продукт, этот костюм. Это по-настоящему патриотично. Мало что сейчас делается у нас в стране. А помимо того, что у нас в стране, это делается тут, где я живу, в Ленинградской области. Вот такие костюмы, великорос. Я уже не раз, ребят, рекомендовал. Это мои хорошие друзья. Поэтому за этот продукт мне действительно не стыдно. И я всем рекомендую. Ссылочка в описании этого видео. Ну, такие вот сильные принты. Будьте патриотами, носите наше русское. Всем привет. Вы снова у меня на канале. Ребят, вот это видео одно из самых запрашиваемых. Что же я ем? Сними свой рацион. И я решил, мы до этого делали видео, где я рассказываю вообще, в принципе, какой я рекомендую рацион, чтобы это было более-менее такое сбалансированное питание. А сегодня я покажу вот настоящее свое питание без купюр. Многие отмечают, там вот ты изменился, там так быстро. Ребят, 8 месяцев это далеко не быстро. В тренинге и вообще, в принципе, в телостроительстве, вы многие, наверное, слышали, что процентов 70 это питание. И сегодня я расскажу вам, что нужно есть, чтобы быть сухим и сильным. Подожди, ну мы в Макдональдс идем или нет, не понял. Сегодня будет такая у меня рубрика, есть, ну как, в моем питании, да, у меня день один разгрузочный получается. Я где позволяю себе какие-то вольности. Но вот честно говоря, вот по Макдональдсу вообще не тянет. Меня по остальным больше вставляют, когда читмил, борщи от сальцом, там, знаешь, хлебушек в гриле сделать такой хрустящий. И потом вообще вот это кайф, там, карбонарку я там люблю. От фастфуда вот такого я, в принципе, вообще отказался практически на 100%. Ну чего, сегодня мы вам покажем рацион на неделю. По большому счету по именно продуктам он не особо отличается. Но я сейчас вот покажу, как я варьирую вообще свое питание, чтобы это было максимально разнообразно. Давайте будем по порядку, начинаем завтрак. Скажу так, раньше я никогда к завтраку вообще серьезно не относился. И можно сказать, я пренебрегал им практически в неделю, чтобы я позавтракал так полноценно. Но если это один раз случалось, то это было хорошо. Сейчас завтрак мой любимый прием пищи. Потому что на завтраке я позволяю себе практически все. Основа эта идет у меня в любом случае геркулес, каша овсяная. И дальше я там добавляю к ним каши, это фрукты, у меня как правило идут, либо сухофрукты. Это первый вариант. И второй вариант, сейчас посмотрим. А, вон есть. Вот готовые завтраки. Динозаврус. Ну, не едино... Короче, я к чему? У меня такие же, только я беру в спортпите и из сывороточного белка. Там углеводов минимально, без сахара, практически чистый белок получается. Также развожу на молоке, то же самое, как овсянку делал. Овсянка у меня получается на молоке. И варишь ее или просто заливаешь? Варю, 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 варю. И дальше фрукты. Фрукты уже добавляю. Это два таких основных, как правило. И дальше у меня идет зерновой хлеб, туда идет авокадо, либо там рыбка какая-нибудь может быть. Там семга, форель, вот в таком вот варианте. А дальше, дальше я позволяю себе вольности. Своё любимое сейчас покажу. Самое большее, это не реклама, ребят, сырков. Я вот эту тему обожаю. Я раньше мог ночью рис спокойненько уработать, молочком еще запить. Сейчас же у меня, получается, я единственный раз, когда это себе позволяю, это утром. Там беру, два мне вот так вот сейчас хватает за глаза. Это вот прям то, о чем я мечтаю постоянно. Вечером, да, когда спать ложишься, баю Александров, да? Вообще, да. Именно они, да? Именно их любишь? Именно они, именно со сгущенкой. Прикинь, я поймал себе на мысли, что вообще уже клиника, короче, у меня по этой теме. Все без сахара, когда я взял себе такие же сырки, только диетические. Короче, понял, но они такие невкусные вообще, но по сравнению с этим. Я такой задумался, ну да, уже, наверное, переборчик уже гоню. Но ничего, изначально это начал, свой движение, скажем так, эксперимент с едой. И буду делать его до тех пор, пока у меня позволяет голова. То есть спокойно я это сейчас переношу, меня не напрягает, я кайфую, я смотрю, мне нравится результат. И чем больше результат, чем лучше, я тем больше вхожу в кураж. Начнет голова чуть уставать, будет тяжеловато это все переносить. Я чуть-чуть ослаблю хватку. По завтраку еще важный момент, по молочке. Что из йогуртов? Многие мне задают вопросы тоже по молочке. Беру вот такой вот греческий йогурт, 2%, тут очень хороший составчик, белки, 8 на 100 грамм, 2 грамма жиры и углеводы 4,2. Это вообще очень хороший состав. Брат, когда тебя про йогурты спрашивают, они не эти имеют в виду, а вот эти вот, это 100%. Это не, это не то пальто, ну тяжело, тяжело с ними что-то будет совмещать и добиваться результата. Но опять же, я добавляю туда джем. Джем у меня все, это из портпита, это все без сахара. Без калорий. Да, без калорий. Я даже сегодня купил себе кетчуп без сахара. По молоку, я оговорился, я на завтрак, у меня и то, и другое получается с молоком. Раньше я любил, ребят, вот такое вот, 3,6, 4,6, такое покрепче, пожирнее. Нет, сейчас у меня, как правило, идет либо обезжиренное молоко, либо там это 1%, либо 1,5%. Моментик, пока далеко от кассы не отошли, это творог. Это тоже, что у меня идет в рационе. Творог я, как правило, делаю с медом. Беру обезжиренный и делаю с медом. Либо у меня идет до 5%. В принципе, это тоже можно брать. Когда ты его ешь вообще? Это по утрам, либо беру обезжиренный, могу просто без ничего, скажем, либо джем какой-то добавляю, полдник, скажем так. Перекут такой, да? Да, и вот берем 1,5% безлактозное молочко. Чтобы вы понимали, друзья мои, когда я познакомился с Дэном Вовком, он жрал все, что не приколочено. Он ночью жрал мороженое. Каждый прием пищи он сопровождал кока-колкой или спрайтиком. И сейчас что-то, черт побери, изменилось. Дэн, что произошло в твоей жизни, что ты так кардинально изменился? Я фигно, короче, началось это все. Мы договорились со Славиком, это наш общий друг Саньком, сделать фотосессию. Я думаю, надо чуть подсушиться, чтобы ему тоже фотки нужны и мне нужны, чтобы это более как-то приемлемо выглядело. Я начал эту, и тут бах, мы сделали эту фотосессию, и буквально через неделю начинается пандемия. У меня пандемия так прошла, и я кайфовал все время. Я думаю, надо поэкспериментировать, когда, если не сейчас. И все, и меня понесло, понесло, понесло. Кайфовал, объясни, люди думают кайфовал, что ты дома жрал печенье и сидел. Не, не, кайфовал у меня, я тренировался два раза в день. Вставал по режиму, завтрак, поехал, у меня силовая тренировка. Приехал, обед, там с сыном погулял, у меня вторая тренировка кардио. Приехал, покушал, то есть вот. И для меня это кайф. Для многих это бухнуть, кайфануть, кайф. Для меня вот это, я просто в обычной жизни, я не могу себе этого позволить. Там встать, пойти потренироваться. Я тренируюсь так, чтобы вы сейчас понимали, когда в рабочем режиме, когда придется. Во время пандемии я мог, когда я запланирую, тогда я тренировался. В принципе, с питанием никак не игрался. Сейчас у меня четко, все по полочкам, что, когда и как. Яблоки у меня зеленые. Ой, Грэмми Смит. Грушку люблю крошить. Кашу, да? Кашка. Смотри, ценнички, блядь, сразу снимаю. Сразу. Видишь, я знаю, куда, 50% скидочкой. Нормально. Дальше. У меня обязательно грейпфруты. Грейпфрут я не утром ем. Это у меня получается либо свежевыжатый сок. У меня получается в середине дня. Это может быть после обеда, на обед. Либо с полдником, с чем-то. Но чаще всего это один я на ночь прям. Если ты покушал, и до сна там часа два остается, немножечко сочит в животе. Но у меня уже в последнее время такого не бывает практически. Режу себе один грейпфрут и закидываюся нормально. До утра хватает. Сейчас на самом деле еще на ночь я бывает вместо грейпфрута. У меня казеин. Раньше я никогда к этому особо так не относился, к спортпиту. Сейчас, когда питание, пересмотрел свое, я спортпит, такие как казеин, как изолят, БЦАшки, у меня на постоянной основе. Опять же, многие мне спрашивают, задают вопросы, такие, а сколько я наберу там с протеина? Ребят, с этого не набирают. Это обычная ваша еда. Вот то, что вы едите. Только в другой форме. Все. И вы должны понимать, надо это вам или не надо. Если у меня хватает все с обычной еды, даже не думайте об этом. Не надо деньги на ветер выкидывать. Авокадик я вообще никогда раньше не любил. Сейчас тоже это из моих любимых лакомств на утро. А вот это вот, вот это, это главное. Под кашку, это вообще за милое дело. Брат, ну тут ценник уже рвется в небеса. У меня сын маленький, надо его баловать, поэтому и мы вместе балуемся. А самое главное, это я не сказал, по яйцам. Третий вид, это у меня получаются омлеты, либо яичница. Ну давай в процентном соотношении, смотри, вот у тебя есть там. В понедельник ты кашу ешь, во вторник ты ешь ступой завтрак, в среду яйца. Да, 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 да. Типа просто чередуешь постоянно. То есть я чередую, я чередую. Может, знаешь, как у меня быть, я могу три дня подряд там кашу есть. То есть как мне кайф. Если я сегодня поел кашу, ну я понимаю, на завтра не хочу. У меня есть еще два варианта. Не обязательно там чередовать, а я уже отталкиваюсь от, скажем так, что я сегодня хочу. То, что надо, брат. Да, яиц я ем много, потому что у меня идут они и как омлет, и они у меня могут быть на обед. Сразу скажу, что еще у меня с яйцами получается, это у меня и на обед. Если я делаю рис, как правило, он у меня идет с яйцом. Я тоже беру желток, желтка у меня нет, один белок. Я его обжариваю и смешиваю с рисом. Вот, как правило, у меня вот такой вот получается. Еще овощи туда добавляю. В омлет у меня получается три с желтком и три получается белок. Вот, то есть это такое у меня комфортное, прям хорошо, и мне дает прям до обеда сытость прям очень хорошая. Сыр добавляешь? Нет, как правило. И честно, я просто по сырам не особо. Дошли мы до мяска. Как правило, это у меня идет либо рыба сейчас, либо мясо. Мясо это идет у меня курица. Грудка? Ну, постная, да. Готовлю ее на гриле, как правило. Все мясо, в принципе, и рыба, все готовится у меня на гриле. Электрогриле без масла, да, делаешь? С оливковым, оливковым обмазываю, минимально соли и все, и поехал. Из говядины это стейки. И беру я такой топ-блейд. Здесь он потолще. Если тонкий, ну, на гриле он не особо получается. Может, я просто не умею с грилем обращаться нормально. А этот потолще, и он прям получается, как хороший в ресторане стейк. Это первый вариант. По гарнирам. Смотрите, если у меня день тренировка, я беру, как правило, спагетти. Это мое очень любимое. Но к спагетти у меня идет курица, либо индейка. К говядине я делаю рис, рис с яйцом. К рыбе у меня идет, опять же, рис с яйцом. Ну, бывает гречу. Греча, честно, у меня в моем топ-листе на последнем месте стоит. Сейчас мы доходим, потихонечку возьмем куры, индейки и до рыбы. Расскажу, что по рыбе. Вот этим видео, что я хочу донести, можно питаться правильно, сбалансированно, но при этом разнообразно и вкусно. Это самое главное. Многие начинают при своей, скажем так, какой-то трансформации люди, начинают упираться в одну грудку и в гречку, и в огурец. Но это, как правило, путь в некуда всегда. Ну что, как с прошлого видео, надо брать такую, знаешь, не на химии, не стероидную курочку. Я такую кушаю, но она явно на метане. Это натуральная, синенькая, плохенькая, носенькая. Курица и индейка. Красивая. Вот эта, по-моему, вообще ни разу не стероидная. Натурал, натурал. Как в Олеге нет. Олег, поздоровайся. Здравствуйте. Ребят, сценечки так снимаю в тихаря, чтобы вы могли подглядывать, изучать. Так, все, дальше двинем мы по обеду. Обязательно у меня идет вот эти курица и индейка, из них делаю бульон. Грамм 200 идет всегда бульона. Многие там спорят. В советской школе. Да, да, да. Для меня важно, там есть что, там уже какие-то доказательства, что на ЖКТ никак не влияет. Я по себе, я отталкиваюсь всегда от своего организма, я ни на какие исследования не опираюсь. Я пью бульон, для моего желудка лучше. Я чувствую то, что мне легче, и, как правило, значит, я это делаю. И вам советую. При всем вот этом питании, когда много белка, и, соответственно, у меня получается много клетчатки, много овощей, много зелени, помидорки обязательно, огурцы, редисочка. Ребят, беру, но эту брать не буду. Редиску только нахожу. Хорошую, это, как правило, вот либо с огорода, либо бабушки там торгуют на рынках. Это тоже стероидное, не берите ее. Мы про бананы фрукты брали, про бананы забыли. Бананчики, как правило, у меня идут до часов четырех в день. Могу спокойно там три-четыре банана в день съедать. Как я оговорился, у меня есть в рационе макароны, люблю я это дело. Их я ем, как правило, перед тренировкой. Это у меня идет спагетти с курицей. Перед тренировкой то, что нужно. Заряжает как надо, ни один притреник вас так не зарядит. Прикол в том, что мои любимые, это щебекинские. Это опять не реклама. Я думал, борил образ. Не, вот я тебе серьезно говорю, я все перепробовал. А вот щебекинские. Какую модель конкретно? А вот сейчас, 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 рожок. Это большой рожок, короче, мне надо половинку, понял? Ну ладно. Поломаешь нормально, большой, бери, поломаешь по полу каждую. Половинку вот этих, щебекинских, прям она, ай, витой рожок. А мне, у меня простой рожок, короче, идет. Что по рису? Ты просто белый рис берешь? Как правило, да. Просто белый, либо я беру смешанный. Бурый с белым. Не надо из этого тоже делать, там, что-то такое сверхъестественное, скажем так. Добрались мы до деликатесов, деликатесов, самого дорогого, наверное, то, что есть. Но на самом деле, из этого можно, ребят, делать, отталкиваться уже от своего бюджета. Допустим, что я беру, давайте начнем с этого. Как правило, это у меня лосось стейка, я беру, и у меня вот такие, ну, они как маленькие кусочки. Они идут у меня кусочка три, я беру там на обед, бывают, по праздникам я беру лосось. Ну, там здесь, честно говоря, хватает одного кусочка, он как раз выходит, грамм 250-300, это вообще вот за глаза его. Ну, и то же самое у меня на обед выходит 250-300 грамм, это стейк форели. Что еще очень хорошее? Это филе тунца. По белку, наверное, вы лучше продукта не найдете, это топ. Но, скажем так, цена кусается. Так, как правило, из морепродуктов, что у меня еще? Это мидии, коктейль морской, там у меня входит, это кальмар, мидии, осьминог. У нас есть видео на моем канале, ребят, заходите, смотрите про морской коктейль, великолепный. Да, 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 это вообще топовое блюдо, там такое соотношение сумасшедшее. Белковое, то, что лучше нигде не найти. Если мы говорим сейчас, такой более чуть бюджетненький вариант, чем можно заменить филе трески. Тоже хорошая рыба, отлично заходит, и у нее цена она более гуманная. И к этому я делаю вот такие вот продукты. Кручковая фасоль, вкусная капуста, шпинат. Вот такие вещи, добавляю, скажем так, еще брокколи. Брокколи хорошая тема. Вот, вот такое вот. Есть, в принципе, если и так что-то одно не нравится, можно добавлять. Есть такие же коктейли, уже смешанные. Обжаривайте там морковка, как правило, идет шпинат, цветная капуста, брокколи. И все, и погнали кушайте. Дальше потихонечку мы переходим к полднику. Там я уже говорил, это, как правило, у меня идет творог обезжиренный. Либо у меня идет стакан протеина. И дальше там обязательно какой-нибудь у меня фрукт идет. Могу либо яблоко, грушу какую-то съесть к этому. То есть вот такой вот полноценный перекус получается. Дальше потихонечку подбираемся к ужину. Он похож у нас на обед, по большому счету. То есть продукты белковые те же самые остаются у меня сейчас, я говорю, за последние три недели. Но уже у меня нету, идет больше его порции. Если там, я говорил, 250-300, то тут у меня уже может выйти грамм 400 этого. И много салата. Много салата я съедаю, а салат, это я, как правило, делаю такую нарезку. Это у меня там помидоры, перец, огурец, лук и вот такой вот ужин. В принципе, эти продукты мы уже взяли. Они тут тоже в корзине. В заключении, второй, скажем так, ужин, уже заключительный. Это грейпфрут и идет у меня казеин. Сейчас, в последнее время включил. То есть ты и грейп, и казеин? Не-не-не-не, чередую, чередую. Да-да-да. То есть это такие продукты там, они не совсем, ну, для моего желудка не совсем, скажем так, совместимые. Казеин тоже выпиваешь, он, скажем так, плотненько, плотненько прям наедает. Надо туалетную бумагу взять еще. Брат, сколько ты тратишь на еду денег в неделю? Ну, ты с женой живешь, с ребенком, понятное дело, что это все будет не очень точно. Ну, вот так вот, примерно, как ты думаешь, именно на свое питание? На свое питание где-то у меня выходит в районе 2000 рублей в день. Скажем так, вот на еде я стараюсь не экономить. То есть я все-таки считаю так, что ты то, что ты ешь. В плане телосложения, не по человеческим факторам, а вот в плане телосложения. Поэтому я стараюсь все-таки более качественные продукты брать. Ну, я для этого и работаю, скажем так. Чтобы жрать. Ну, и не чтобы жрать, чтобы позволить себе качественные продукты и питаться нормально. Немногие в нашей стране могут позволить себе вся от косарей в месяц строить на еду. Вот совет пацанам, которые хотят питаться дешево, но при этом наращивать массу и работать в жале. Работать, работать, еще раз работать, чтобы позволять себе питаться на эти деньги. Ну, это такой способ, мотивация, в принципе, двигаться дальше не только в еде. Ну, мы же все люди, мы все хотим что-то получше. Там и в еде кто-то хочет получше машину, там все, кто так же хочется получше квартиру побольше себе во всем. Ну, а какой рецепт к этому? Только работать и еще раз работать, больше нету никаких. Я только верю в кропотливый труд. Это все лирика, это так, я просто вставка. По большому счету, ну, разные ситуации бывают, там ребята, там студенты, только большинство, кто начинает тренироваться, это студенты. То, ну, опять же, можно эти все продукты, то, что я назвал, можно заменить ту же рыбу в более дешевую найти. Вот я там назвал сразу сходу, там, треска. Но у нее совершенно другая цена. Там, мидии, ну, вообще гуманная цена. То есть это может, по большому счету, себе позволить любой. То есть надо включать фантазию свою, думать, читать, о питании разбираться, затачиваться. Вот, правильно, питание это дорого. Да нет, ребят, это не дорого, надо только думать головой. Все можно заменить и будет у вас в адекватные деньги это все выходить. Ребят, будем потихонечку прощаться, будем закругляться. Что я этим хотел в видео, я уже говорил, показать то, что первое, питаться правильно. И сбалансировано, это не скучно, это не пресно. Это можно делать разнообразно и очень даже вкусно. А второе, всегда берите зеву со смываемой втулкой. Обязательно, чуваки, вот такую. Все, ребят, прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Отправляйте другу. Пишите, на самом деле, вот я сегодня рассказал, наверное, из того, что хотел, когда я шел сюда. Ну, процентов так 40. Если вот такое видео заходит и что-то хотите больше, чтобы я раскрывал вот эту тему по питанию, welcome. Жду в комментариях. Если будет хороший отклик, обязательно мы это сделаем. Если надо, будет. Спасибо. Спасибо.